Добрый вечер, это программа 5.00 на 5.00. Меня зовут Ильна Уралканова. Сегодня мы будем разговаривать о судьбе генерала Мурата Суталинова. 15 февраля Ленинский районный суд Бишкека оставил под стражей бывшего председателя ГКМ Мурата Суталинова, несмотря на его смертельный диагноз. Многие правозащитники и депутаты просят сегодня его немедленно освободить. А на днях у генерала случился гипертонический криз. Впереди ожидается решение городского суда. Сегодня у нас в гостях Турсенбек Акун, правозащитник Азамат Сумурзаев, председатель общественного объединения Айкуля-Лато, Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук и заслуженный юрист Кыргызстана, Тимур Карабаев, адвокат Мурата Суталинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, расскажите, пожалуйста, в каком сейчас состоянии Суталинова пребывает? Вчера официально уже опубликовали, как вы уже сейчас только заметили, его диагноз – гипертонический кризис. Состояние пока у него стабильно тяжелое. Мы полагаем, что все-таки врачам удастся вывести его из этого гипертонического кризиса, и чтобы в конце концов он смог принять участие на среднем заседании, которое сейчас окончательно запланировано 7 мая. Но состояние у него стабильно тяжелое, как я говорил. У него проблемы большие со здоровьем. Проблема в том, что у него постоянно в любой момент открывается кровотечение. И из-за этого он вынужден постоянно находиться по наблюдениям врачей. И вот именно вот эти последствия кровотечения не позволили ему прийти на процесс. То есть его не выпустили из больницы, так как это угрожало реально его здоровью и жизни. Будем надеяться, что все будет хорошо. В 2014 году он получил приговор, 20 лет лишения свободы. Насколько судьи были справедливы? Смогли доказать его вину? Вы знаете, я сейчас бы не хотел бы давать эту оценку, справедливости и несправедливости, потому что решение судовесия наступило в законную силу. Вопрос в другом, что нам нельзя, когда мы рассматриваем эти вопросы, вот это же не Сталинова, говорить о том приговоре, который был ранее вынесен в отношении него, поскольку сейчас вопрос стоит вообще от другой плоскости. Человек болен, и вопрос освобождения его от дальнейшего отбытия наказания связан с его болезнью тяжелой. Поэтому, я полагаю, все-таки лучше рассматривать в этой плоскости, так как там уже решение сдувало. Он недавно давал интервью, развернутое 24 КИДЖИ, новостному агентству, и там он говорил о том, что он не виноват, и наказание он получил вполне незаконное. Там немножко о другом он говорил, потому что он говорил, что, безусловно, у него есть свое понимание осознания вины. Она, конечно, отличается от того решения, которое было, в конце концов, вынесено судом. К тому же, определенное отношение к защите непосредственно него, но тех же ребят, которые проходили по 7 апреля, та же самая группа Альфа, я принимал участие как адвокат. И, конечно, я могу сказать, что доказательство вины непосредственно спецподразделений в совершении убийства людей, оно не доказано было. Вся Альфа была оправдана. Альфа, она относится к группе Комитета национальной безопасности, которую возглавлял непосредственно суд Алинов. Поэтому, если мы говорим, что вина спецподразделения в причине смерти людям отсутствует, то можно ли утверждать, с одной стороны, что председатель в этом замешан? Но, тем не менее, есть решение суда, которое на сегодняшний момент вступило в законную силу. И, к сожалению, это уже вопрос истории, а не правового поля. Рано или поздно история, скорее всего, этот вопрос опять вынесет на поверхность обсуждений. И, в конце концов, может быть, когда-нибудь правда действительно и восторжествует в этом моменте. Азамат, напомните, 7 апреля где вы были? 7 апреля я был на площади. В то время я был студентом со своими одногруппниками. Мы шли на учебу, видели демонстрации. Действительно, мы тоже были одними из тех, кто не согласен. Именно, если сказать про меня, в частности, на проспекте Чуй, с восточной стороны, так, с западной стороны Белого дома, меня выстрелили. Это было, ну, после извлекли эту пулью, это было снайперское пульо. Именно с западной стороны Белого дома, с крыши западного. Ну, после длительной реабилитации, соответственно. И сейчас однозначно говорить то, что альфовцы не были замешаны. Возможно, следствие не доказало это. Возможно, вся страна, наверное, на сегодняшний день в курсе, что следствие именно по делу 7 апреля было очень слабое. Да, действительно. Многие обстоятельства, на многие вопросы они не ответили следствие. Далее, соответственно, здесь однозначно что-то говорить, были ли замешаны или не были замешаны. Если стреляли не спецслужбы, а кто тогда? Третья сила, опять же. Ну, это, знаете, порождает очень много вопросов. Хариат Медербекович, тогда, в 2010 году, Азимбек Бекназаров заявлял, что они поймали около 7 снайперов. А потом почему-то это заявление из поля зрения в медиаполе исчезло. Вы помните такие заявления, которые делал Бекназаров? Дело в том, что господин Бекназаров делал очень много разных заявлений, и некоторые из них вообще никак не подтвердились, как вы сами говорите. Поэтому, конечно, это, скажем так, если это было сделано для того, чтобы ввести заблуждение общественности, это непростительно. Ну, наверное, может быть, с какой-то политической точки зрения это была какая-то политическая игра. А я, как юрист, верю тому, что есть в сухом остатке, да, то есть есть соответствующие доказательства. Если доказательств нет, то заявлять об этом, это безответственно. Вот, поэтому, конечно, то, что произошло 7 апреля 2010 года, буквально 9 лет прошло, это такая незаживающая, безусловно, рана, трагедия для нашего кыргызского народа, общества, государства. Но произошло то, что произошло. И следствие велось несколько, ну, очень долго, да, мы знаем, что процесс завершился в 2014 году, дело было возбуждено сразу в 2010 году, очень много было разных вопросов, несостыковок. Но, опять-таки, все, что согласно Конституции, все, что не доказывается, оно толкуется в пользу подсудимых, в данном случае подсудимых, обвиняемых, подозреваемых и так далее. Это те вещи, от которых мы не можем, так сказать, отходить. Это гарантированные Конституции принципы уголовного судопроизводства. Поэтому то, что доказано, кто получил наказание, какое наказание, 20 лет решения свободы, насколько я понимаю, это достаточно, ну, самый предел, который мог быть назначен судьей. Как принималось это решение, это уже немножко другая история. Я тоже хотел бы согласиться в этом смысле, что сейчас тема, которая, значит, вот нашла очень живой отклик в соцсетях, уже эту тему поднимает и в парламенте. Это тема проблемы освобождения от отбывания наказания генерала-лейтенанта Суталинова в связи с тяжелой и неизлечимой болезнью. Вот. И для меня, как и для юриста, немножко непонятна позиция судьи, например, да, потому что давайте вспомним тоже чисто юридические моменты. Значит, у нас был кодекс действовал, кодекс 97-го года. Там есть статья 71-я, значит, освобождение от отбывания наказания, дальнейшее отбывание наказания в связи с тяжелой и неизлечимой болезнью. Вот. Сама формулировка этой статьи, ну, наверное, наш уважаемый правозащитник не даст соврать, она трактуется как такая императивная, то есть в случае установления этого факта, подтвержденного заключением специалистов врачей, лицо должно быть, значит, освобождено от дальнейшего отбывания наказания. Новая редакция уголовного кодекса, несмотря на то, что она была заявлена как такая гуманная, на самом деле она установила как право суда, то есть суд на свое усмотрение может освободить, может не освободить. Еще плюс 91-я статья нового уголовного кодекса установлено требование о том, чтобы отбыть, то есть подсудимый, допустим, должен отбыть не менее двух третей за особо тяжкое преступление. Вот, поэтому здесь эти вещи, может быть, они и смутили судью, да, то есть новый кодекс, есть старый кодекс, но как для юриста, наверное, большинство граждан, понятно, что есть понятие обратной силы закона. И, значит, вот в этой связи мне, например, абсолютно непонятно, каким образом, значит, судья ушел, судья первой инстанции ушел от правила того, что закон обратной силы не имеет, тот, который устанавливает более сложные, скажем так, ужесточает, значит, какие-то новые требования для подсудимых, это, соответственно, должен был применяться кодекс 97-го года. Но об этом, наверное, расскажут еще вот те люди, которые здесь присутствуют. С другой стороны, получается, опять-таки, тема Батукаева, да, всплывает, человека криминального авторитета, который жив и здоров, и здравствует поныне, значит, его в кратчайшие сроки, значит, суд освободил от отбывания наказания, затем его руководство КСИН, там, других правоохранительных структур, чуть ли не до трапа, значит, сопроводили, там, зафрахтовали отдельные самолеты и все остальное. Конечно, на фоне вот такого освобождения от отбывания наказания, человек, который, как казалось, не болен смертельной болезнью, потому что факт того, что он живет и здравствует в другом государстве. И в то время, когда очевидно, что человек смертельно болен, и фактически это подтверждено всеми. Я, например, тоже был председателем, значит, общественного совета, общественного наблюдателя при ГКМБ, 2011-2013 года, заходил в СИЗО ГКМБ, значит, и мы беседовали со многими людьми, которые там содержатся, имеется в виду, что касается освобождения их прав. И уже тогда было понятно, что человек уже болен, потому что он не вставал даже, когда заходили члены совета. А с Батукаевым был шанс увидеться? У кого? У вас. А нет, Батукаев отбывал наказание в СИЗО в городе Нарыне, и это не подведомственное учреждение Госкомитета национальной безопасности, поэтому это не наша компетенция. Я просто хочу сказать, что уже практически всем понятно, что здесь... Есть определенный процесс установления, насколько заключенных... Разные стандарты, значит, практически идентичных ситуаций. При том, что суд должен, да, вот адвокат, наверное, не даст соврать, суд должен учитывать личность подсудимого, да, обстоятельства и так далее. Извините меня, здесь криминальный авторитет, который... Враг государства, по сути дела, да. Черная власть. Его чуть ли не с почестями, значит, с космической скоростью освобождает из СИЗО, вот, и препровождает другое государство. А здесь сидит, значит, генерал-лейтенант, который всю жизнь боролся с преступностью. И, конечно, некоторые люди, особенно в криминальном виде, они... Я допускаю, что злоравствуют. Они злоравствуют. То, что я Капунович... И, значит, над тем, как наша судебная эфемида, значит, фактически, ну, расправляется с людьми. Другой еще вопрос, что в местах лишения свободы, по моим, значит, ну, разным источникам, не менее полутысячи человек, которые тоже, значит, вот, к сожалению, значит, болеют тяжелыми, неизлечимыми болезнями, перечень которых удвержден по восстановлению правительства, по которым тоже может быть применено освобождение. Но вот эти два случая, они такие рельефные. Хорошо. Турсмейк Ахонович, мы помним, что когда освобождали Батукаева, в тот момент вы были омбудсменом. А каким, расскажите, каким образом вы выяснили, что Батукаев смертельно болен? Во-первых, у нас есть представители, представительство Нарынской области, вот, Бахтер Сбеков. И, кроме этого, до этого я посещал и, как сказать, исправительные усердения в Нарыне, в Секуэле, в Ваше. И представители наши из Нарына сообщили, что приехала комиссия из Бишкека, и там были заключения комиссии, что его надо освободить, у него смертельная болезнь, как рак крови. И вот тут же звонили из Нарына мне тоже, мои представители заявили, что такое заключение вынесли медицинская комиссия. И вот после этого есть Международная конвенция по защите правозаключенных и осужденных, 61-я статья, там говорится, что если какому-то осужденному или арестованному будет поставлен дианус, смертельный дианус, если у него действительно перспективы нету, чтобы какой-то, ну, шанс нету выжить, лучше надо его передать родственникам, его тело передать родственникам, пока живой. Вот такое заключение, и который, эта конвенция была артифицирована 97-го года парламентом страны нашей страны. На основе этого, этой конвенции, я как омбудсмен Кыргызской республики, утвержденный парламентом, я должен был об этом заявить. Поэтому раз поставлен рак крови, рак крови, значит, есть три компонента крови, это эритроцит, лейкицит и тромбоцит. Рак крови, это как белокровие. Смотрите, вам как омбудсмен нужно было удостовериться о его состоянии, действительно ли оно смертельное? У нас, во-первых, знаете, у нас такое нету, такое в этой конвенции не предусмотрено. Есть решение заключения комиссии. У вас самого не было желания посетить его, убедиться? Я посетил же, посетил. Как он выглядел тогда? Он, я, у меня была три раза встреча, не только Батукаевым, ну, как заключенному на Русской области, конечно, я же не буду миновать Батукаевым, я остальным встречаюсь, и Батукаевым тоже встретился. Как он тогда выглядел? Ну, тогда он выглядел бледный, больной, действительно такой больной, но я бы не сказал, что он не смертельно больной. Я бы не сказал, я же не врач, правильно же? Он мне тоже жаловался, я должен лечиться и тому подобное. Он сказал об этом, но я же не врач, правильно же, я не могу сказать. Ну, он, конечно, больной был. Но, когда было уже заключение врачей, врачи, консулиума, заключение из Министерства приехали, врачи три раза приехали туда, и три раза делали заключение, как раз перед судебным процессом, 9-го, да. И как раз мне приходилось, хотим или не хотим, поверить на заключение врачей. Поэтому я делал такое заявление для средств массовой информации, что раз наслаждение... Вы сослались на решение консилиума и сделали заявление... Да, сделали заявление на основной конвенции. Сейчас что вы думаете, правильно ли вы посмотрите? Я думаю, что это врачевное заключение, которое сделано со стороны департамента Министерства здравоохранения, со стороны власти мужа, это было неправильно, потому что правильно говорит Хайрат, он же здравствует, он же еще не умер, грубо говоря, да, он сейчас там... Но сейчас что вы думаете о своем выступлении? Я думаю, что это было заключение неправильное, и это было поставлено... А ваше заявление? Да, это было поставлено именно под указанием власти мужа, тогдашнего, тогдашнего власти мужа, и судья Ерматов тоже, тоже, вот смотрите, насчет Суталинова речи, да. Но сейчас вы же тогда свои обязанности исполняли. Сейчас что вы думаете, вы правильно исполнили? Ну, потом, не только сейчас, там через 20 дней уже там делал заявление, вот когда я разговаривал с Болотшером, представителем комиссии именно по Батухаеву, я сразу, 22 сотрудника Министерства здравоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Делал заявление, что, оказывается, диагноз поставлен Батукаевым... Вы сначала сделали заявление освободить. Да, ввели заблуждение мне. Но вы сначала попросили освободить, верно? Но потом выяснилось... Потом уже через 20 дней, пока работал омбудсманом, пока даже не было заключения в парламентской комиссии, я дала заявление, что это был неправильный диагноз поставлен. Это был действительно гематолог подтверждает. Я потом заявление, что это было неправильное заключение. Я делал заявление по этому парламенту. Поэтому парламент страны, тем более тогдашнее руководство страны, мне сказали, что я стоял до конца своей именения. Потом же я делал заявление, что... И, как сказать, отрицал свое же заявление первичное. И поэтому меня они, как сказать, наказали. Скажите, кто-либо просил вас сделать такое заявление? Нет, во-первых, знаете... Просил кто-нибудь? Нет, никто не просил. Никто давление на вас не оказывал? Это ваше собственное решение было? Нет, это было чистое мое решение было. Вы знали, что... Во-первых, правильно задавить вопрос. А потом, как сказать, секретарь совбеста... Нет, заведующим отделом секретарь совета безопасности, как? Беркутович, да? Беркутович. Он Табалдеев. Он после этого, когда уже начал дать интервью по этому вопросу, заявление по этому вопросу, он меня звонил и сказал, Турсан Багоныч, вы можете дать свое заявление по этому вопросу? Мне не поддержку Батухаева, он сказал, дайте вам, пожалуйста, никто не хочет давать интервью по Батухаеву. Все отключили телефон, ни одного журналистка не может дозвониться. И вот ко мне вышли... Хорошо, смотрите, вот 71-я статья, о чем гласит? Если омбудсмену показывается справка, что он неизлечимо болен, то омбудсмен обязан? Или о чем говорит эта статья? Это говорит, если смертельная статья будет поставлена, я должен об этом заявить, об этом сказать. Вы должны обязаны. 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 И вы исполнили. Суд решает. Суд решает. Причем это омбудсмен? Нет, это я заявляю, но как решает суд, суд же должен принимать решение. Суд же, суд же, все началось с вашего заявления, Тусубай Аханович, все началось с движения, с вашего заявления. Соответственно, там синхронно пошло это заключение, которое сейчас буквально было сказано, что оно оказалось некорректным, скажем так. Но при этом нужно понимать, что не все заявления омбудсменов принимаются в учет. Нет, омбудсмен – ключевая фигура в области... Бывает, даже ключевую фигуру игнорируют. Нельзя сказать, что началось все это заявление Турсумбаху. Нельзя об этом сказать, Хайрат. Во-первых, это было заранее запланировано со стороны Атамбаева, грубо говоря. Атамбаев получил указание по этому вопросу, грубо говоря. Политика руководства Кыргызстана. И поставили задание и суду, и ГСН, и другие. Поэтому они выпровождены. Поэтому, причем здесь омбудсмен? А вы можете не заявлять? Нет, потому что есть конвенция по защите прав заключенных. Как я могу не заявлять? Ну, значит, конвенция международной стандарты. Работает в отношении конкретного лидера преступного мира, воров в законе. Нет, вы не провоцируете. Полтысячи других зэков, извините, заключенных. Посмотрите, в конвенции есть такие нормы, где не должны обращать внимание на нарушение прав человека из представителей преступного мира? До этого момента, например, Хайрат и другие, просто не владея ситуацией, до этого, четыре человека, которые смертельно больных, я освободил. Об этом прессе не вышло. Четыре человека, даже фамилии знаю, до освобождения Батукаева. Они были из ОПГ? Нет, не из ОПГ. Просто граждане были смертельно больные. Вот тогдашний Ир Салиф знает, Азар Ловик Ир Салифович. Я вышел из Ир Салифа Гассиевна. Министр здравоохранения также написал, что и смертельно больные. Оосповодите, пожалуйста. Их передали родственникам, а потом они все умерли. Четыре человека освободили. А потом пятому как раз попал и Батукаев. Но то, что мы освободили четыре человека, об этом не говорили, не хвастались в том, что... А насчет Батукаева, все это были политические процессы, заранее запланированные политические процессы. Это не с того началось от заявления Турсумбахуна. Турсумбахун, это как, знаете, это просто так, адвокат, по-моему, прекрасно знает об этом. Причем здесь я? Я просто как омбус Макргызстана, как человек, заявил на основе конвенции по защите права заключенных, которые расчетованы парламентом страны. Я ожидал, как клятва, что я выполняю, как защищаю права человека и выполняю все международные договора. Вот все? Да, хорошо. В международных договорах есть какое-либо предусмотрение о личности преступника? Когда вы рассматриваете его права, нарушения, нарушены ли его права или нет, когда вы делаете такой мониторинг, вы учитываете личность? Во-первых, знаете, здесь не учитывается личность. Здесь они как простые осужденные и арестованные. Все. Там он был представителем ОПГА или какой-то личности опасный. Не учитывается. Там международные договоры не указано. Самое главное, ему поставили смертельный дианус, например, как Суталинова. Вот Суталинова надо освободить, потому что поставлен такой дианус. Такой же. Вот и поэтому я сюда пришел, в вашу передачу, чтобы заявлять об этом. Суталинова срочно освободить на основе этой конвенции. Нельзя этого. Мы правильно, говорит Хайрат, мы насчет Батукаева, эта конвенция работает, все нормально, да? И дается команду, судью принимают решение об освобождении. И если политический конкурс не дает команду, насчет Суталинова не освобождается. Получается, разница в том, что при Батукаеве вы сделали заявление, а потом судебный процесс начался. А он сейчас бы сделал заявление, если был бы омбудсменом, правильно, да? Здесь 15 февраля выходят... По Суталину. Сейчас бы сделал заявление, вот сейчас Ельнура. Если был бы омбудсменом, да, сейчас омбудсмен, так называемый, только Маммутов, да, пусть извини. Вчера только, позавчера. Он должен был, с первого дня должен был заявлять насчет Суталинова. До решения первой инстанции еще? Конечно, до решения должен был заявлять он. Он должен был бить тревогу по этому вопросу. Трубы, знаете как, а только, чуть-чуть только делал заявление. Это нельзя, конвенция, которой он клялся перед парламентом. Он должен это сделать. А почему мы только освобождаем, а Суталинов сидит? Суталинова я ненавижу, грубо говоря. То, что он делал, его известная жесть перед народом, то, что он оскорблял. Но, с другой стороны, он смертельно болен. Его надо освободить срочно. И все. Больше не то. Я, конечно, его не поддерживаю, потому что он самый прилеженный был по Киеву. Вместе с ним работал. Сколько я, Мурат Абдулевич, делал замечания. Мурат Байка, вы прям слишком бы пошли все это грани дозволенности. Он, конечно, слишком был предан. Он был недостоин быть представителем ГКМБ, если грубо говоря. Но то, что сейчас сегодняшняя ситуация его, его надо срочно вспомнить. На основе конвенции. Мы хотим, любим Суталинова, не любим. Конвенция должна работать. Конвенция не должна работать только для Батукаева. Он должен работать для всех. Особенно для Суталинова. Тем более врачи требуют. Тем более адвокаты, другие общественности требуют. А то, что поставлен Диану, 20 лет ему дали судебные инстанции, 20 лет дали. Но это политический процесс. Конечно, он в какой-то мере вноват. Потому что он команда Бакиева, который застрелил у нас 87 человек. И говорят, что там снайперы нет. А кто застрелил, если снайперы нет? Конечно, есть. Но я не согласен, что привезли из какой-то извинения. Наши же снайперы, я думаю. Кто-то застрелил. А так не умерли бы 87 человек. Правильно же? Я так думаю. Он не получил бы рану. История не любит сослагательного наклонения. Если бы уже процесс прошел. Решение вступило в силу. Это совсем тема другой дискуссии. Но при этом, смотрите, да. Мы из открытых источников, из интервью получаем позицию Суталинова, где он не признает свою вину. Мы знаем, что Тикибаев, другой оппозиционер, политик, тоже не признает свою вину. Но он продолжает, даже когда он получил решение Верховного суда, он сейчас на международных инстанциях пытается оправдаться. Скажите, пожалуйста, почему Суталинов не продолжает бороться за свою правоту? Спасибо за вопрос. Позвольте, я сперва немножко отойду от этого вопроса, потому что я просто переживаю, что у людей, у зрителей, которые будут потом смотреть эту передачу, может немножко сложиться неправильное понимание наличия болезни, либо отсутствия болезни у человека. Потому что здесь, когда мы обсуждаем, ставится по самим тот же самый диагноз в отношении Батукаева, только на основании того, что человек до сих пор жив. Я полагаю, с этой точки зрения подходить нельзя. Если мы говорим про вопрос диагноза Батукаева, то здесь вопрос стоит не о том, что он жив или не жив, а действительно, болен ли он был или нет. Это главное. А кто ставит вопрос? Мы же здесь обсуждаем, что он, скорее всего, это неправильно было сделано, потому что он до сих пор жив. Я так слышу, что было от моих коллег здесь. У людей может тоже возникнуть менее суталиновый диагноз. Например, 2012 года уже существует рак, он до сих пор жив, и могут сказать, что тогда он не смертельно болен. С этой точки зрения заходить к этому вопросу относиться нельзя, потому что у смертельно больных людей, у кого, например, рак, тут вопрос не только палитивного лечения. Палитивное лечение заключается именно в продлении жизни, создании условий для того, чтобы человеку как можно больше обеспечить возможности прожить при наличии такого смертельного заболевания. Он может жить и год, и два, и три, и пять, и шесть, и десять. Даст Бог. Но это не означает о том, что человек не смертельно болен, и это не означает о том, что человека нельзя отпускать. Вот надо с этой точки обязательно, чтобы понимание было у людей. Потому что я тоже смотрю средства массовой информации. Многие на это делают акценты, что человек с 2012 года болеет, и до сих пор еще летального хода нет. И слава Богу, что его нет. Мы о разных вещах говорим. Опять же, повторяю, что здесь государство само, на основании своих международных конвенций, которые она ратифицировала, на основании законодательства, которое она в рамках этих конвенций приняла внутренних, взяла на себя обязанность именно принимать соответствующие меры по поддержке таких людей. А эти меры заключаются в том, что полномоченные органы обязаны проводить соответствующие медицинские исследования. Он сейчас где находится? Он сейчас находится в онкологии. В реанимации или в палеотивной отделении? Палеотивная ему уже сейчас оказывается постоянно, потому что все лечения, которые сейчас ему производятся, они уже не направлены на выздоровление. Воздоровление уже забыть можно раз и навсегда, потому что такие диагнозы, особенно рак четвертой стадии с метастазами в печени легких, они уже не подлежат излечению. Здесь только идет стабилизирующая терапия, именно полиативное лечение. Она включает в себя комплекс медицинской терапии, комплекс более купирующей терапии, комплекс терапии, которая должна создать именно уют, убрание стресса вокруг человека, создание именно благоприятных условий, чтобы человек ни на что не отвлекался, а мог просто-напросто заботиться о своем здоровье. В условиях содержания под стражей такое, конечно, невозможно. Теперь отвечая на ваш вопрос, а почему не борется? Ну, я бы не сказал бы, что не боремся. Сейчас вопрос стал о том, чтобы принять соответствующее решение, потому что он болен. Если в конце концов суды примут незаконное решение, у Сталинова есть право на пересмотр своего приговора. Вы знаете, что та гуманизация, относительно которой произошла в рамках нового законодательства, она предусматривает иные сроки наказания за совершение тех преступлений, по которым он уже был осужден. Поэтому его дело в любом случае будет пересмотрено заново, в части назначенного наказания, не в части признания вины. Но это, скорее всего, оно уже внесено, это ходатайство, в Ленинский суд, но Ленинский суд его не рассматривает, поскольку еще рассматривается само основное дело, связанное с освобождением его от болезни. И пока там, скорее всего, точку не поставят. Я надеюсь, там точку все-таки поставят, и необходимость в том процессе отпадет. До введения новых кодексов почему активно не боролся за то, что он не совершал такое преступление? Я не могу с вами согласиться, что он говорил, что он не совершал такое преступление. Он говорил, что не давал приказа. Это совсем разная вещь. Он всегда говорил, что я готов нести свою материальную вину, моральную вину за то, что произошло. Если бы он не был готов отвечать за эти поступки, я думаю, он бы как генерал... Но моральная ответственность... Не, подождите, он бы как генерал никогда бы не вернулся в страну. Мы почему-то забываем все время об этих вещах. А как моральная ответственность ляжет на юридическую плоскость? Понимаете, моральная ответственность, она в любом случае заключается в той же самой определенной халатности. В тех же самых определенных... Халатность это преступление. Да. Но я говорю, он же говорил в своей речи, он говорил, что он не ожидал, что будет именно такой приговор, что ему, например, признают виновным в совершении соучастия в убийстве. Мне, например, как юристу тоже вот этот вопрос непонятен. Как человек может быть признан в совершении соучастия в соубийстве, когда ни показаний свидетельской базы, ни каких-либо других доказательств, то, что именно он в этом виноват, что именно он отдавал приказ на стрельбу, недубыто. Поэтому он и говорил, что я готов всегда отвечать морально. Если суд признает вину, я же на процессе был, если суд признает вину, я готов нести ответственность за то, что я совершил. Если суд признает вину. Суд признал вину. Встали все законные приговора, вступили в законную силу, дошли до Верховного суда. Поэтому это уже не предмет этого рассмотрения. Хорошо. Азамат, вы как человек, который получил пулю от снайперов, скажите, суд Алинов справедливо получил 20 лет? Мы считаем, что он абсолютно справедливо получил. Почему? Потому что в 2010 году он был председателем ГКМБ. Соответственно, с этой операцией, его по должности он должен был руководить. Ну, со стороны Белого дома. Но он который раз заявляет, что он приказа не давал. А кто тогда давал приказ? Я согласен, его бывшие сослуживцы его просто могли не сдать. Просто могли они сказать, что Мурат Сталин не давал такого приказа. Но, с другой стороны, если вот так посмотреть, там простые ребята, вот эти сотрудники национальной безопасности. Им тоже же неинтересно в людей стрелять, если на них определенные приказы не давали. Приказ-то был же в любом случае. И, соответственно, он был ответственен. Он был ответственен за охрану этого Белого дома, так как подразделение СГО на тот момент было введено ГКМБ. Соответственно. Он был ответственен за это. Его по должности он был обязан это обеспечивать. И он, в свою очередь, это обеспечивал. За что и получил, соответственно, наказание. То ли другой вопрос. Вы как герой апрельской революции простили Суталинову? Я лично про себя. Я простил. Вы простили. Вы сейчас требуете его освобождения? Я конкретно про себя скажу. Я простил. Но есть другие люди. Есть матеря, которые своих детей потеряли. Они, я не знаю, простили или нет. Но для того, чтобы простить человека, он, по крайней мере, должен признать свою вину, попросить прощения. Потом его можно простить. Но если он не просит прощения, не признает свою вину. Это вопрос. Дальше вот здесь, наверное, так хотелось отметить. Наказание. Скажите, кроме Суталинова, есть еще кто несет ответственность за смерть ребят? Должен понести. Кто еще должен нести? Чаныш Бакиев. Они уже получили. Они же не отбывают наказание. Они условно получили. Да. Вы про кого говорите? Заочно, прошу прощения. Вы про кого говорите? Именно про сотрудников ГКМБ? В целом. Потому что... Это тема, наверное, другой дискуссии. Поскольку не всех привлекли к ответственности. Например, да. Мы видели на скамье подсудимых, буквально там по пальцам пересчитать. По большому счету, если уж быть совсем принципиальным, были некоторые генералы, которые выводили, значит, свои подразделения, которых даже свидетелями не допросили. И такие факты есть. Поэтому представители говорят о том, что следствие было проведено действительно поверхностно, неполно, не всесторонне. Но все-таки я думаю, что здесь, если сказать вообще про сам институт этого освобождения от отбывания наказания, он все-таки нуждается в очень серьезной законодательной корректировке. Поскольку, я к чему это говорю, да. Дабы не было такой возможности, чтобы кто-то каким-то образом симулировал, купил решение комиссии специалистов. И вот батукайский вариант, таких фактов не должно быть. Надо искоренять. Я думаю, с этим все согласны. Вот, например, в других государствах есть институт условного освобождения. Условное освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью. То есть, если этот человек начинает совершать новые преступления, можем представить такое, если он продолжает вести преступный образ жизни и так далее, тогда вот это освобождение, оно отменяется. Это логично. У нас этот институт, он является недоработанным на самом деле. И в то же время надо совершенно, я согласен с тем, что международные стандарты, вот те обращения с заключенными, так называемые, да, именно вот те принципы гуманности, да, значит, того, что тяжело неизлечимый больной не должен находиться в местах лечения свободы, где ему не может оказываться медицинская помощь. И в этой связи условия содержания в местах лечения свободы, они приравниваются к пыточным. То есть, человек плохо себя чувствует вообще, еще он находится в таких условиях, которые не просто не способствуют, они наоборот ускоряют, так сказать, летальный исход. Вот в этой связи, конечно, мы должны придерживаться тех международных обязательств, которые приняли на себя как государство, вот, в этом смысле. И случай, значит, вот конкретный, вот этот случай с генералом Суталину, он наглядно показывает, насколько наша Фемида, в общем-то, глуха, слепа и может быть зависимой, непонятно от каких-то там решений, о которых вот, политических, вот, о которых вот упоминал Турсумбай Акунович. Правильно? Согласна. Турсумбай Акунович, опять-таки, по поводу международных норм, хотелось бы вопрос задать. Сейчас, несколько месяцев назад, Мелис Аспеков, гражданский активист, он заявлял, в кавычках, что в 16-м году, он когда сидел в колонии номер 47, вместе с Муратом Суталиновым, он тогда наблюдал за ним. То есть он себя заявляет свидетелем того, что он симулирует свою болезнь. Конкретно он говорил, что курит простые сигареты, пьет водку, ел всякую сячину. И говорил, что он ехидно ухмыльнулся на вопрос, действительно ли он болен. Как институт омбудсмена рассматривает такие заявления свидетелей? Знаете, мы это оставляем на совести Мелис Аспекова. Я думаю, что молодой человек. И кроме этого, никто не гарантирует, что кто-то болеет болезнью Суталинова, кто-то болеет. Поэтому, куда я могу быть на Орлсен. Поэтому нельзя такие заявления делать молодому человеку. Я думаю, что у него реальная болезнь, которая подтверждает заключение комиссии, заключение диагноза, который все подтверждают. Не только диагнозы, просто простому человеку, который увидел его внешность, как сравнивает, как раньше был, как сейчас, совсем небо-земля. Поэтому то, что он болеет, это однозначно. То, что у него смертельно, это однозначно. Поэтому я думаю, что, знаете, здесь, здесь, что бы то ни стало, я как человек, как правозащитник, как человек, который более 30 лет работал именно в деле защиты прав человека, заявили однозначно. Его надо, что бы то ни стало, срочно освободить. Что бы то ни стало. Все-таки он наш гражданин. Как бы то ни было. Он наш гражданин. Его надо срочно освободить. Я обращаюсь к судьям, я не имею права вмешиваться, что судьи принимали все это крещение гуманного характера. Без этого, без этого, просто не знаю, что. Я еще раз заявляю, у нас есть большая вина, в том числе моя вина, грубо говоря, да, моя вина в кавычках. То, что я, поверив заключение врачей, заявил, поверив заключение врачей, заявил, что его нас поводит. Но другой стороны вина, другой стороны мои обязанности. Но раз мы освобождаем Батукаева, грубо говоря, и надо его срочно освободить, потому что в противном случае просто фемида и здравоохранение, фемида, врачи, какой смысл имеет? Когда уже человек смертельно болен, его держат там. Какой смысл? Очень важный момент. Я уже, как юрист, хочу добавить. Я уже говорил о том, что вот этот институт освобождения, да, он не то, что несовершенный, он позволяет манипулировать, оказывается, этой ситуацией. К примеру скажу, да, допустим, тоже Российская Федерация рассматривалась, по-моему, уже принят, да, законопроект о том, что, значит, рассмотрение вот этих заявлений, значит, имеет свой временной предел. 14 дней. А что у нас происходит? У нас в законе нету таких четких, так сказать, требований. Вот в этой связи, значит, мы видим, что весь этот судебный фарс, на мой взгляд, да, он тянется вполне, так сказать, и может тянуться теоретически годами, потому что нету вот этого конкретного требования о сроках рассмотрения вот в таких случаях, понимаете? И поэтому, мне кажется, урок должен быть правильно понят. Он нужно, чтобы наши законодатели, КСИИН, значит, другие, так сказать, заинтересованные субъекты, они должны хорошо, внимательно полностью зарегламентировать, внести поправки в уголовный, уголовный исполнительный кодекс. Ариат Медорбекович, а сколько таких, таких смертельно больных заключенных сейчас прибывает в местах заключения? Такую статистику КСИИН, к сожалению, не дает, но, по крайней мере, на сайте такой статистики нет, но судя... Но мы подозреваем, что Судолинов, наверное, не единственный. Я думаю, что не менее полтысячи, не менее полтысячи, если исходить из того, что, значит, сейчас около 10 тысяч наших граждан содержатся в местах лишения свободы. А почему тогда мы больше внимания отдаем именно Судолинову? Дело в том, что здесь несколько аспектов. Есть вопросы, аспекты политические, есть аспекты юридические, есть те, которые связаны вообще с обсуждением вопросов фундаментальных, гуманизма. Есть ли у нас вообще гуманизм? Этот кейс, он такой вот как тест на человечность, по большому счету. То есть мы, опять-таки, сейчас не касаемся того, что произошло 7 апреля, мы сейчас говорим о том, насколько суд будет тянуть эту волынку под различными надуманными предлогами. Вот и все. Для суда таких вот четких требований нет, что должен быть такой-то срок, в течение которого они должны рассмотреть, должны прийти к какому-то решению. Да или нет, понимаете? Нет, просто вопрос, почему нужно освобождать Мурата Судолинова, когда таких же больных... Во-первых, знаете, насчет статистиковой, Эльни Русска, насчет... Почему правозащитники именно застряют внимание на нем? Насчет статистиковой, я не согласен, Кара, насчет статистиковой. То есть в 2012 году были 22 больные, смертельные больные, 22 человека. Но самое большее будет 50 человек. Это обследованное. Да, 50 человек. Может, в 13-м, 14-м, может, чуть-чуть увеличилось. Ну, хаймин, ну, до 100. Если будет полтысячи, я так думаю, нет. Но, с другой стороны, я бы заявляю и буду... Но все равно Судолинов не один. Не один, не один. Поэтому я... А почему правозащитники заостряют только на нем внимание? Неправильно все это. Вот то, что правозащитники, некоторые так называемые правозащитники, заостряют минимально тех лиц, которые являются публичные, известные и тому подобные. Знаете, может, другие тоже заинтересованность не знаю, но у меня нет. Но мы не должны этого допускать. Всем, все отсудимые, все арестованные, которые находятся как заключение, да, заключение, все должны быть одинаковые права. Или Батукая, Суталина и другие. Всем надо относиться к правозащитникам и одинаковые условия. И кроме этого, у нас есть, например, 50 человек, например, смертельно больных. Всем надо, всех надо освободить. Всем надо одинаково относиться к правозащитникам. А почему Тухан Маммедов потребовал только освободить? Это тоже неправильно. Почему? Вот именно вина Тухан Маммедов, то, что потребует освобождения Суталина, это нормально. Но, кроме этого, почему он не освобождает тех людей, которые находятся еще в заключении? Почему у мусульман не теперь? Суд освобождает. Нет, не суд, а при чем здесь суд? Он должен был обратить, насчет этого тоже заявлять. Вот такие-то люди. Вы говорите, почему он не освобождает. Он не может освобождать. 10 человек, 15 человек болеет. Почему он не заявляет? Он должен заявлять об этом? Не только Суталинова. Да, почему он не заявляет? Вот у вас хороший вопрос. Не только Суталинова. Не должен смотреть на публично что-то. Или когда-то вместе, может, только он, мама-то, работала Суталинова. Тоже не надо, это тоже нельзя делать исключение. Поэтому надо, есть простые люди, которые сейчас находятся смертельно больные. Об этом должен омусман заявлять. Я же говорил, когда был омусманом, 4 человека, я по фамилии могу назвать, освободили смертельно больных. Вот Азар Альбек это знает. Я написал заявление. Он именно обратился в суд. И суд освободил 4 человека. Один был Максатов, другой был тоже. 4 человека, у меня фамилии имеются. А потом 5-й был. Хорошо, сейчас подождите, пожалуйста. Мы к вам обратно вернемся. Тимур, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему суд не освобождает Суталинова? Неужели он несет опасности в обществу? Он опасности, безусловно, никакой не несет. Но, опять же, хочу вернуться к вопросу Мамута, потому что я владею этой ситуацией, отвечая на этот вопрос, почему Мамутов, например, по Суталинову обращается, по другим не обращается. К Мамутову от Суталина непосредственно поступило заявление. После Ленинского районного суда, когда было незаконно принято решение, было подано жалобами омбудсмана. Они согласились с принятым решением, и чтобы непосредственно главный правозащитник страны тоже дал оценку этому решению суда и в общественной ситуации, и высказал свое мнение. Это было официальное обращение. На основании этого омбудсман, проведя исследование соответствующее, потому что если решение было только в феврале месяце, а он озвучил свою позицию буквально неделю тому назад, то есть скрупулезно подошли к этому моменту, изучили всю ситуацию, изучили все законодательство и уже обоснованно подтвердили эти факты, о чем мы и заявляли изначально, что здесь грубое нарушение прав человека. Что касается других его действий, я за это говорить не могу. Может, они и есть. Давайте поговорим, почему, если Суталинов не несет угрозы обществу, его суд не освобождает. Вы знаете, для нас это тоже большая загадка, потому что, как правильно говорит Карат Асмоналиев, нормы уголовного кодекса, именно старого уголовного кодекса, они содержат императивную норму, которая именно требует освобождения человека. То есть проблема в кодексе? Здесь нет политики? Здесь проблемы в кодексах нет. Нет, это именно кодекс конкретно, чем должен руководствоваться судья, его обязывает сделать. Он не имеет права сделать что-либо по-другому. Кодекс конкретно ему предписывают. Если человек болен той болезнью, которую сама государство определило, а это государство определяет от перечи болезни, утверждает правительственным постановлением. Именно государственный орган в лице государственной службы исполнения наказания начинает эту процедуру по освобождению человека. Это не адвокаты просят, это не сам Суталинов просят. Это именно государственный орган обязан это сделать в рамках закона. Сам. То есть он здесь абсолютно ни при чем в этих моментах. За него решается именно государство. А почему суд не исполняет волю государства? Мне кажется, я об этом говорил изначально, суд просто не самостоятельен в своих решениях. Есть какие-то переживания, осуждения, что кто-то может в чем-то их осудить. И вот опять же возвращаясь к этому моменту, самое главное, чтобы в этом вопросе мы вернулись в правовое поле. Нам нельзя спекулировать матерями погибших ребят на площади. Нам нельзя спекулировать политикой. Понимаете, эти вопросы здесь недопустимы. Здесь вопрос нужно рассматривать только с нормы права. Право, говорит, если больной человек есть, по старому кодексу. Я говорю, новый кодекс немножко по-другому сейчас это все действует. Но он подпадает под старое действие старого кодекса. Старый кодекс говорит о том, что он должен быть освобожден. При любых обстоятельствах, неважно кто он. ОПГшник, простой человек, который случайно попал в эту тюрьму. Она не динфицирует людей. Нельзя подходить индивидуально к этому вопросу. Нужно только смотреть на наличие у него тяжелого, либо отсутствие такого заболевания. Если оно есть, то суды обязаны это принять. А вы говорили, что надо учитывать личность. Это потребование нового кодекса. Я бы согласился с адвокатом, поскольку здесь все должно быть только в правовом поле. Отбросить эмоции, отбросить какие-то политические интриги, инсинуации, которые, безусловно, здесь наличествуют. Здесь есть требование кодекса статьи 71, которое должно быть применено. Это вам любой студент юридического факультета подтвердит, который знает основу теории права. И, конечно, то, что судья первой инстанции, я знаю, кстати, этого судью. Человек достаточно комформный, слушается очень неплохо. И, наверное, до сих пор такой же. Слушается кого? Наверное, старших слушается. Так вот, я, может, где-то иронизирую, но факт то, что он однозначно допустил ошибку, за которую он должен понести, я думаю, что как минимум дисциплинарную ответственность. Это, так сказать, очевидные вещи. Что касается затягивания вот этих вот процессов, да, условия, когда это создает вот такой нездоровый ажиотаж, я считаю, что суд необоснованно затягивает. Вы очень осторожничаете в речи. Вы говорите за то, что за решение судьбы человека судья должен нести дисциплинарную наказание. Он допустил ошибку, я вам могу сказать, я как независимый юрист могу сказать, как профессор, как преподаватель, я бы ему поставил двойку, вот этому суде, за его вот такое решение. А почему он принял такое решение? Решение это было прогнозируемо. Вот есть требование закона, будьте любезны его исполнить. Вот, он ему отказал в этом праве, судья первой инстанции. Вот, теперь эта волынка тянется во второй инстанции. И я не исключаю, что еще может быть, потому что в законе нету требований по срокам, в чине которых должно быть рассмотрено это самое заявление об освобождении от отбывания наказания. Я почему опять-таки перевожу к тому, что уголовный закон, уголовный исполнительный кодекс и в том числе частично уголовно-процессуальный, в этой связи они, к сожалению, дают поле для произвола судейского. И мы сейчас этот произвол видим, ненаказуемый произвол, поскольку сроков рассмотрения нету, в законе не установлено. Хорошо. Азамат, скажите, возможно сейчас отпустить эмоции, как советуют юристы? Насколько это реалистично? Я бы здесь не согласился именно с мнением таким, что нужно именно рассматривать это только в юридической плоскости. В принципе согласен, да, в суде это должно быть применено, но опять же, согласно новым кодексам, это не императивная норма. Судья, рассматривая личность осужденного, его деяние, которое он судом признал, он может применить эту статью законную или может не применить. Соответственно судья, учитывая его личность, учитывая степень его общественно опасного деяния, учитывая то, что он столько лет был в местах заключения, был под стражей в исправительных учреждениях, не принял, не признал себя виновным, не раскаялся. Соответственно, этот человек, мне кажется, это все было одним из... Смотрите, мы хорошо знаем из открытых... Мы юридически заканчивали, поэтому... Мы сейчас знаем, да, мы сейчас знаем о состоянии с Уталийным очень хорошо, мы следим, мы знаем то, что он действительно при смерти, и практически все в это верят, убеждены, мы об этом уже сами убедились, вплоть до парламента. А в каком состоянии сейчас семьи погибших? Да, вот если честно сказать, 61 человек на сегодняшний день инвалиды, 52 человека после 7 апреля погибших, это плюс к 87 героям, которые погибли с 7 апреля. Более, около 1000 пострадавших, которые каждый день лечатся, каждый день получают реабилитацию, многие из которых были единственными кормильцами семьи. Это, соответственно, эти моменты мы не можем не применять, не принимать ко вниманию. Это моральная сторона вопроса, это действительно была большая трагедия. И этот человек, как раз, был соучастен в этом преступлении. И, соответственно, не рассматривать такие вещи судом, не учитывать, это тоже, мне кажется, было бы халатной составом судей. Нет, это не халатность. Судья должен принимать решение руководству с требованием закона. То, о чем вы говорите, это требование нового УК, в кавычках очень гуманного, гуманизированного. Значит, он должен применять нормы, те, которые должны применяться. И очевидно, что он должен применить статью 71 УК в СССР 97-го года. Здесь вообще не может быть даже каких-то дискуссий. Но давайте мы дальше будем больше заходить, вспоминать и так далее. Мы можем много вопросов задавать. Вот 7 апреля против режима Бакиева. Мы же своими руками привели лучшего сподвижника Максима Бакиева, Сапара Исакова. Зато ли, значит, что лучшие друзья по квоте СДПК заняли места в парламенте по квоте СДПК. Очень много вопросов. Мы в эти вопросы будем углубляться. Сейчас я говорю о том, что нужно действовать только в правовом поле. Только в правовом поле. И если мы будем уходить в взаимные претензии, та сторона, эта сторона, мы далеко зайдем. Зайдем до хаоса. Поэтому единственным здесь решением может только быть правовым, формальным с точки зрения права. Это право на стороне интересов Суталинова. И мы все с точки зрения услышали. Мы чьим уважаем, отдаем дань памяти героев, которые пожертвовали своими жизнями, здоровьем и так далее. Но в то же время право, только право, как регулятор общественной жизни, только оно является основным ориентиром. Понимаете, да? Поэтому я считаю, что у нас другого выхода нет, кроме того, как действовать в правовом поле. Здесь я бы хотел отметить, что право манипулируете. Может, вы именно говорите, что судья должен. Судья имел право воспользоваться этой статьей. Но не должен был. Не должен был. В законе такого не написано. Что он должен именно по редакции новой истории. В новом кодексе тоже записано, что закон о тягчайше позволения. Во-первых. Во-вторых, здесь хотелось бы именно отметить на неотвратимом... Есть принцип уголовного производства. Юридический принцип. Неотвратимость и наказание. То есть человек совершил преступление. Виновен. Вина его доказана. Судом. Он признан, был виновным, осужден. Он это наказание должен понести. Есть и другие принципы. Есть и другие принципы. Вы видите один принцип. Есть совокупность принципов. То есть именно принцип неотвратимости и наказания. Это очень важный принцип. Почему? Потому что действительно это дает понимание нынешним чиновникам. Наказание это еврейский принцип, который в принципе не существует. О чем вы сейчас говорите? Давайте не будем частной спору. Здесь именно вот это... Даже нынешние чиновники должны понимать, что есть принцип неотвратимости и наказания. И что кто посягается на народ, кто будет стрелять в народ, он будет привлечен к ответственности. И от этой ответственности не уйти. Люди должны понимать. Чиновники должны понимать. Наказание здесь уже сработало. Человек понес ответственность. Кто здесь говорит, что принцип неотвратимости и наказания не был соблюден. В рамках закона прошли все судебные инстанции. Был вынесен соответствующий приговор. Человек отбывает наказание. Он же... Здесь Азамат говорит, что ему стоило попросить прощения и признать вину. Да, признать вину. Об этом говорит. Вопрос наличия признания вины устанавливается судом. Суд признал его виновным. Это уже достаточно для того, чтобы человека считать виновным. Приступили приговоры в законную силу. Это первое. Теперь еще можно, пожалуйста, один момент. Чтобы все эти спекуляции убрать насчет того, что должен суд, руководство не должен суд. Надо вообще говорить о том, что, в первую очередь, что само представление в отношении Сталина поступило еще в старом году. В 2018-м. Когда действовали все старые кодексы. Во-первых, начнем с этого. Когда на территории всей Кыргызской республики применялись кодексы и редакции 1999-1997 года. Я имею в виду процессуальный кодекс и уголовный кодекс Кыргызской республики. Есть соответствующие переходные положения. Переходные положения нового закона. Которые четко предписывают, что дела, которые поступили в суд в рамках действия старых процессуальных законодательств, должны рассматриваться по этим процессуальным законодательствам. Это требование закона. И поэтому говорить сейчас о том, что суд как бы не обязан, он должен руководствоваться с другими абсолютно нормативно-правыми актами. Это в корне неверно. Просто люди, скорее всего, не понимают ту тонкостью респруденции в этих моментах. Здесь, Илья Ильич, мы должны, еще раз заявляю, должны руководствоваться на основе международной конвенции по защите заключенных. Еще раз говорю, на основании этого Суталинов должен нас поводить на правосудие. Но с другой стороны, мы не должны сейчас приковать внимание именно Суталинову. На основе этой конвенции, еще раз говорю, у нас очень много лагерей, которые находятся в заключении, очень много смертельных больных людей, которые требуют освобождения. Поэтому не должны мы приковать внимания, приковано должно быть внимание не только Суталинову, им простым людям. Поэтому адвокат заявляет, что они обратились заявление в омбудсмен. Омбудсмен заявленный, обращается, не обращается. Омбудсмен должен провести на основе закона и международной конвенции, омбудсмен должен провести мониторинге заключения под стражи, и он сам должен инициировать освобождение этих людей, передать в суд, обратить на это внимание. И не только на счет Суталинова, и заявления других людей, которые смертельные больные. Вот тогда, если мы будем приковать внимание именно политические значимые лица, Суталинова, Батукаева и тому подобное, тогда по этому вопросу это не решается. Если бы этот международный конвенции четко работал бы... Как он должен работать одинаково для всех? Для всех одинаково. Вот так должна быть. Спасибо большое. На этом мы завершим сегодняшний эфир. Турсенбек Акунович, я напомню, что меня зовут Эльнура Алканова, не Эльнурочка. Это была программа «Пятеро» на пятом. Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok